Здарова ютубунти! Это вторая часть ответов на вопросы. Если вы еще не смотрели первую, то бегом глядеть. Ссылочку я оставлю в описании. Однако я там накосячил с озвучкой и разработчикой и вышел немного кринжово. В этот раз я все исправил. Как и в прошлом ролике, прошу заметить, перевод сделан любителям и передает основную суть. Если вы отлично знаете английский, то в ролике помимо моего голоса будут появляться скриншоты с оригинальным вопросом и ответом на английском языке. Так что вы сами сможете перевести так, как вам удобно. Что вы думаете насчет того, чтобы добавить в лобби только для ПВЕ? Дабы новым игрокам было не так сложно понять, как играть в игру. Лично для меня, да и как я вижу для других тоже, было крайне сложно в самом начале игры найти хоть что-либо из вещей и выйти в портал. Мне не совсем нравится идея различных модификаций для подземелий. Однако, поскольку мы разрабатываем игру на основе экспериментов, то на данном этапе разработки я не могу подтвердить или опровергнуть эту идею. А будет ли ковер самолет? Прежде всего, я крайне заинтересован в том, чтобы дать игрокам возможность летать. Есть какие-либо мысли по добавлению класса наподобие некроманта? Я не уверен, что класс будет называться именно некромантом, однако будет что-то похожее на это. Это весело. Останутся ли у игроков косметические предметы, которые они приобрели в плейтестах, наподобие скиноскелета, после того, как игра выйдет в релиз? Извини, но нет. В чем смысл создания более легкого подземелья, такого как B1? И будет ли сделано что-либо с игроками, которые имеют эндгейм обмундирование, потому что они натурально уничтожают низкоуровневые подземелья? Есть несколько причин для создания более легких подземелий, но это довольно сложно объяснить. Сейчас все еще остается много вещей, которые нам надо проверить, чтобы отвечать на такие вопросы с уверенностью. В данный момент баланс классов не имеет значения, по крайней мере для меня. На текущем этапе разработки игры баланс не самая важная вещь, и то, что мы имеем сейчас, этого вполне достаточно. И да, лучники не были занерфлены. Просто появилась механика, которой раньше не было. А именно, ограниченное количество стрел в колчане. Стоит ли ожидать что-то наподобие процедурно-генерируемых карт? Сейчас это не в наших планах. Я являюсь тем еще лут-гоблином, и мне интересно, будет ли введен особый уникальный лут, привязанный к монстрам. Например, если я убил скелета чемпиона, то с маленьким шансом с него выпадает его шлем. Выпадение бинтов с муми – это маленькая прикольная фишка, которая может улучшить иммерсивность игры. Это обязательно произойдет, и у этих предметов будет много вариантов использования. Можете ли вы сделать таверну похожей на лобби, где можно было бы подойти к торговцам тайнику для прямого взаимодействия с ними? Это мечта, и я был бы рад, если бы это реализовалось. Однако, это все еще очень сложно. Мне очень нравится игра. Однако, искусственный интеллект скелетов крайне легко обойти, после того, как вы убьете парочку и поймете паттерны их поведения. С добавлением подземелья первого уровня, будет ли какой-то прогресс сложности для монстров, чтобы сохранить интерес в ПВЕ для опытных игроков? Я думаю, что сложность первого уровня будет схожей с сложностью текущего второго уровня. Это может поменяться в будущем. Будет ли добавлен первый уровень подземелья в следующем плейтесте? Это будет нелегко. Есть ли идеи, как сделать всплывающие подсказки на предметах более читаемыми, чтобы было понятно, как определенные параметры на предмете влияют на определенные классы? Я постараюсь объяснить игрокам лучше, что означает каждый предмет или параметр и как это работает. Есть ли у вас мысли о том, чтобы реализовать что-то наподобие зачарованных предметов? Например, мы можем зачаровать белый предмет, чтобы он стал синим предметом со случайным набором параметров. Что-то наподобие системы зачарований или слотов под камни, как в Диабло, будет существовать в будущем? Запланирована ли система прочности для оружия и брони? Мы постараемся это реализовать. Будет ли расширена система крафта? Будет ли она использовать более дешевые и распространенные материалы? Да, эта механика сейчас на очень ранней стадии реализации. Есть ли в планах немного усилить Варвара? Он сейчас ощущается как слабая версия Война и может быть легко убит любым другим классом, особенно лучниками и игроками с щитами. Что ж, классы будут постоянно претерпевать изменения в будущем. Будет ли в будущем опция для автоматического поиска группы, если ты играешь один? Не сейчас. Заместо этого мы хотим сосредоточиться на том, чтобы процесс поиска сопартийцев был чем-то увлекательным. Я заметил, что у клирика все базовые параметры на одну единицу меньше, чем у других классов. Было ли это сделано в угоду баланса, так как у клирика есть большое количество универсальных инструментов? Или это ошибка? Это ошибка. Я это поправлю. Будет ли заклинание мага, такие как невидимость и ускорение, занерфленное? Бафы и нерфы могут случиться в любое время. А будет ли реализован голосовой чат в игре? Однажды мы задумывались о том, чтобы встроить голосовой чат и поэкспериментировать с ним. Я думаю, что мы оставим голосовой чат после того, как проверим, насколько положителен будет его эффект. После того, как клирик и маг получили новые заклинания, они стали играться значительно интереснее и по-новому. Есть ли идеи, как освежить геймплей для других классов? Если мы рассматриваем те классы, которые уже есть в игре, то введение нового оружия, перков, скиллов и тому подобное сделают свою работу. Вы уже думали о том, чтобы персонажи после получения 20 уровня могли развиваться дальше? Например, чтобы боец мог выбрать одну-две специализации для развития или остаться все тем же бойцом. Например, боец 20 уровня имеет два выбора – стать паладином, бафы-дебафы святой урон или воином меньше защиты, больше урона и так далее. У нас есть планы на этот счет, но все, что я могу сказать на этой стадии разработки, я очень заинтересован в мультиклассировании. Но нужно работать с этим с большой осторожностью. Могу сказать с уверенностью, что механики, позволяющие улучшать персонажа после достижения максимального уровня, точно будут существовать. Будет ли больше предметов с защитой от магии? Сейчас маги с хорошими предметами просто сумасшедшие. Меня, будучи воином в полном фиолетовом сете, неоднократно убивали одним огненным шаром. Приключенцам явно это пригодится. Есть ли в планах дать возможность монстрам уничтожать повесы и, может быть, какие-то механики, защищающие их от нечестного убийства при помощи абьюза местности, чтобы сделать ПВЕ-бои более балансными для классов, которые не имеют дальнего боя? Я размышлял над двумя этими вещами. Искусственный интеллект будет значительно доработан. Насколько большая ваша команда разработки? Сейчас в штате 26 человек. Есть ли в планах добавить больше специфических противников, таких как Лич или Гост Кинг, на других уровнях, кроме третьего? Может быть, тренд в лесу на первом уровне или смотритель-дюремщик на втором уровне? Также вы не рассматривали возможность увеличить команду разработки, чтобы ускорить выход игры, ибо популярность игры сильно выросла. Спасибо. Я заинтересован в любых вещах, связанных с фэнтези-средневековьем. Что касается команды разработки, то мы только увеличим ожидания среди игроков, если будем сильно расширять нашу команду. Мы обеспокоены этим моментом, потому что значительное расширение команды обычно не приводит к чему-либо хорошему. Будет ли в будущем больше боссов, помимо тех двух, что мы уже имеем? Боссы будут постоянно добавляться. Барт звучит круто. А что насчет класса, который использует боевые искусства? Монах, например? Монах уже запланирован как класс. Может быть, в ближайшем будущем мы его реализуем. Но только тогда, когда придет время, мы еще должны подумать о том, как будут выглядеть удары ногами и руками в камеры от первого лица. А останется ли система Adventure Points после релиза игры? Может быть, с какой-то сезонной прогрессией? Пометка. Система Adventure Points – это система, в которой игрок получал очки за различные действия в игре, и на них мог купить себе скины и эмоции в магазине. На данный момент эта система является более развлекательной, нежели основной. Предназначена она для того, чтобы в плейтисты игралось более интересно. А есть ли в планах создать таблицу лидеров и для обычных подземелий, на манер таблицы лидеров в High Roller подземельях? Или будет только одна таблица лидеров? Таблицы лидеров – это временная механика, созданная для того, чтобы играть в плейтисты было интереснее. Как это будет реализовано в будущем, мы не знаем. Можете ли вы расписать, чем будет являться класс Бард? Какое оружие он сможет использовать? Какие у него будут способности? Помимо всего прочего, могу сказать, что на музыкальном инструменте Барда будет весело играть, и это должно быть прикольно для всех остальных, помимо игрока на Барде. В этом суть класса. А запланирован ли друид как класс? Да. Я хочу, чтобы друид мог трансформироваться в зверей. Возможно ли реализовать механику, которая не позволяла бы игрокам линковать предметы не в своей категории? Я имею в виду, чтобы игроки могли линковать оружие только в торговых чатах, в которых продают оружие. Люди спамят все подряд в чатах для продажи доспехов, и это происходит постоянно. Мы наблюдали, что люди тратили больше времени, чем мы рассчитывали для поиска классовых предметов. Мы будем отталкиваться от этого для будущих изменений. Мой вопрос таков. Я бы очень хотел иметь возможность призывать что-либо, что могло бы помочь в бою. Это мог бы делать маг или какой-либо другой класс. Также мне бы хотелось иметь более простой метод, чтобы понять, как предметы влияют на моего персонажа, как в лобби, так и в игре. Я не знаю, правильно ли я тебя понял. Однако, если ты хочешь, чтобы персонаж мог призывать что-либо с искусственным интеллектом, дабы он помогал тебе в бою, то это будет в будущем. И опять же, не знаю, верно ли я понял. Однако, я предполагаю, что это сложно показывать верно все параметры персонажа в лобби, так как в лобби у вас не экипировано оружие. Мы поправим это в будущем. Будет ли что-то с типа дорожной карты разработки? Все еще много чего предстоит сделать, так что у нас нет планов публиковать дорожную карту. Есть ли у вас в планах реализовать убежище на манер игры Escape from Tarkov? Да, я очень в этом заинтересован. Я хочу построить этакий дом для игрока, но это будет непросто реализовать. Есть ли у вас мысли по поводу уменьшения количества читеров? Читеры были довольно большой проблемой в последнем плейтесте, и я очень обеспокоен этим моментом. Вдруг читеры повсеместно будут на релизе? Может ли комьюнити как-то помочь с этим делом посредством репортов? Будете ли вы сверять переменные для того, чтобы убедиться, не изменили ли их вручную на стороне клиента? Во-первых, я заинтересован в привлечении хорошей компании со своим решением против читов. Также у нас тоже есть свои решения насчет этой проблемы. Мы планируем совместить эти решения, чтобы защитить нашу игру. Конечно, читеры довольно упрямы, и это будет нелегко остановить их. Прогрессия роста уровней и получение предметов будет такой же быстро, как и на плейтестах? Или будет замедлено на релизе? Потому что получение эндгейм предметов занимает всего день или два. Мы настраиваем прогрессию и потребление игрового контента отдельно для тестовых периодов. Будет ли система для записи и просмотра игровых сессий в будущем? Оглядываясь назад, я реально хотел бы записать и посмотреть некоторые свои крутые моменты, которые у меня были в течение этого плейтеста. Система реплеев была бы отличной и полезной во многих вещах. Есть ли в планах внедрение системы, позволяющей наблюдать за игрой ваших друзей? Пока нет. Есть ли мысли для добавления более широкого набора возможностей для разных классов? У некоторых классов есть прямо определенные роли, и я думаю, это было бы здорово дать им больше возможностей, особенно для соло игроков. Я понимаю, что классы должны быть разделены и иметь свои роли, однако может добавить немного больше возможностей для кастеров или больше разноплановых способностей для ближников? На данный момент вы можете ожидать появления жезлов и свитков. В будущем я расскажу об этом более подробно. Разработка занимает некоторое время. Вот, собственно, и все ответы разработчика. Вторая часть, как по мне, вышла более интересной и насыщенной. Лично мне не терпится уже поиграть в следующий плейтест, который, кстати говоря, будет начать 6 февраля. А на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Продолжение следует...